Вот так работает капитализм. Или когда мне немецкий посол после девальвации рубля радовался, говорит, мы теперь Volkswagen, может, к вам перенесем из Мексики, потому что у вас в долларах зарплаты стали ниже, чем в Мексике. Это вообще здорово. Вот вы так хотите, чтобы капитализм работал? Или как в Пензе, да, когда приватизировали водоканал и выяснилось, что акционеры связаны с Люксембургом, куда идут все деньги? Нет, ну прекрасно, что Пенза связана с Люксембургом. Только это для Пензы выразилось в том, что у них плата ЖКХ выросла, а услуги никак не поменялись. Вообще, понимаете, трубы как были гнилые советских еще времен, так остаются. Вот вам весь капитализм. 30 лет назад президент Ельцин возглавил правительство, куда вошли также такие одиозные личности, как Кайдар, Чубайс и другие рыночники. 6 ноября 1991 года Ельцин издал указ о сопрете КПСС и Компартии России. К чему в результате пришла страна, мы поговорим с нашими экспертами. Николай Николаевич, немножко цифру я приведу. На момент начала рыночных реформ в России насчитывалось более 30 тысяч крупных и средних промышленных предприятий. На сегодня осталось около пяти. Вместе с колхозами и совхозами, которые были разрушены, исчезло порядка 20 тысяч деревень. Школ на начало реформ было 70 тысяч, в 2018 году около 42 тысяч. Количество больниц сократилось в два раза. Ну, примерно с 11 тысяч до 5 тысяч вымирает по миллиону человек в год. Вот на ваш взгляд, это закономерный итог так называемых рыночных реформ? Или, как, знаете, говорят некоторые, что-то пошло не так? Нет, в том-то и дело, что закономерно. Я категорически не согласен с тем, что там до середины 90-х все ушло хорошо. Это хорошо, это падение рубля в тысячи раз, да, когда сотрудник МИДа получал зарплату два раза в день, что ли. Это вот все хорошо, черный вторник 94-го года, расстрел Верховного Совета октябрь 93-го. Это как бы все нормально. Потом вот эта вся болтовня, что в 97-м что-то нормализовалось. Ну, давайте так. Ну, мы что, не помним, за счет чего нормализовалось, что ли. Выпуск государственных краткосрочных облигаций на три месяца по 30 процентов. Бюджет все это оплачивал. И потом обанкротился, естественно, да. Да, дефолт августа 1998-го года. Архитектор его, кстати, до сих пор у власти. А вообще итог-то классный. То есть у нас 297 тысяч долларовых миллионеров. Это вот я сейчас посмотрел данные Сколково. Ну, видите, Сколково хоть чем-то у нас занимается. Так что они своего добились. А то, что учитель в Пензе, от которого я только что вернулся, получает молодой там 16 тысяч рублей, ну, наверное, это в планы рыночных информаторов и не входило. Нафига нужно образование. Выглядит, школы, больницы. Зачем они нужны, если они лечат своих детей и учат? Не здесь. Ну, а что касается запрета Компартии, то тут мне легко ответить. Я же все-таки германист и немецкий язык знаю в совершенстве. Да, как только, значит, Гитлер рвался к власти, была единственная партия, которая ему в этом мешала. Произошел поджог Рейхстага и запрет одной единственной партии. Коммунистической партии Германии, которая была заключена из грядущих выборов в Рейхстаг, которой Гитлер в этом случае проиграл бы. Ну, а что потом случилось с Германией, мы все знаем. Ну, Николай Николаевич, но если вернуться к рыночным реформам, на ваш взгляд, мог ли быть другой итог? Вот на мой взгляд, если бы нами управляли, допустим, не Ельцин, не Гайдар, а некие какие-то, ну, святые рыночники, правильные, замечательные, благородные, вот на мой взгляд, если таких вообще можно представить, итог был бы тот же самый. Абсолютно тот же самый, потому что и Гайдар, когда он был в Комсомольске на Амуре, помните, он что говорил? БАМ не нужен, Комсомольск на Амуре вообще не нужен, соленат тоже не нужна. То есть в системе, которую они создали, а это система вывоза сырья и складирования денег там же, куда сырье вывезли, а зачем все эти школы, больницы, города? Они абсолютно не нужны им. На них надо тратить там дотации, субвенции, как это делает США, Евросоюз до сих пор, несмотря на всю болтовню про рыночную экономику. А им все это было не нужно, конечно. Их родина не здесь, а в других странах. Ну, вы знаете, как ни странно, как ни странно, я соглашусь с тем, что капитализм работает, он работает по-своему. Вот если взять, например, такую страну, как Нигерия, как Нигерия, то там капитализм работает как образец. Там действительно рыночная экономика, свободная пресса, свободная. Ну, в общем, все те параметры, которые нам предлагали гайдаровцы. Вот, на ваш взгляд, может ли быть в России, ну, некий другой капитализм, там, я не знаю, нам-то обещали капитализм как в Японии, как в Швейцарии, там, как во Франции. А получилось, как в Снегерии, плюс еще поправка на наши погодные условия. Да, вот мой молодец, Дмитрий. Я вообще, мне стыдно слушать, вот это, капитализм работает. Нет, конечно. Но езжайте в Центральную Африканскую Республику. Вот, там капитализм, он прекрасно работает. Просто он работает на других. На Америку, там, я не знаю, на Англию, Францию. Капитализм американский работает за счет доллара. Это все прекрасно знают, что это мировая валюта, эмиссионная и прочее. А вы хотели бы жить, вот, я не знаю, в индийской деревне, предположим, где никакого социализма никогда не было, в Бирманской, там, я не знаю. Вы бы хотели не доедать, как миллиард человек, по данным ООН. Вот, который просто не доедает. А еще полтора миллиарда питается так, что это сокращает их жизнь. Ну, то есть, они вроде как доедают, но едят всякую дрянь. Просто из-за того, что один золотой миллиард жирует, второй нет. Какой-то модификации. Да капитализм вы сами описали. Максимизация прибыли. Вот и все. И ничего тут за несколько тысяч лет вообще не поменялось. Кто нас там ждет? Мне министр экономики Марокко говорил, вот как товарищ СВШ, наша задача сдерживать рост заработной платы. Потому что, если у нас будет низкая заработная плата, у нас будет низкая себестоимость, и мы что-то продадим в Испанию. Все. Вот так работает капитализм. Или когда мне немецкий посол после девальвации рубля радовался, говорит, мы теперь Volkswagen, может, к вам перенесем из Мексики, потому что у вас в долларах зарплаты стали ниже, чем в Мексике. Это вообще здорово. Вот вы так хотите, чтобы капитализм работал? Или как в Пензе, да, когда приватизировали водоканал и выяснилось, что акционеры связаны с Люксембургом, куда идут все деньги. Нет, ну прекрасно, что Пенза связана с Люксембургом. Только это для Пензы выразилось то, что у них плата ЖКХ выросла. А услуги никак не поменялись. Вообще, понимаете. Трубы как были гнилые советских еще времен, так остаются. Вот вам весь капитализм. Вот его работа. Некоторым все, остальным ничего. Одним вершки, другим корешки. Вот объясните вот это все жителям наших регионов, как у них прекрасно работает капитализм. Выйдите там на площадь и поговорите. Мне просто интересно, сколько минут вы там продержитесь. Николай Николаевич, а какое ваше мнение? Вот может быть действительно рыночная экономика недостаточно эффективна в здравоохранении? Может быть еще надо какое-то время, вот как в свое время говорил Петр Столыпин, давайте еще 20 лет дадим покоя российскому капитализму, и тогда в медицине дела наладятся. Знаете, я знаю только одну страну. Я узнал, точнее говоря, где была рыночная система здравоохранения. Она умерла там, это Соединенные Штаты Америки. Я там работал и попытался застраховать своих сотрудников генерального консульства, чтобы они страховку получали. Ко мне пришли товарищи, заявили, что застрахуют от тропической лихорадки, полимелита детского и прочее. Я говорю, а как вот сердечно-сосудистые, зубные? Нет, это за отдельную плату. А в других странах государство активно в этом участвует, в системе здравоохранения во всей Европе. Я там частных систем не знаю. Нет, они есть, конечно, для особо одаренных. Ну и результат. 50 миллионов американцев было без страховки. Я там ехал по городу, по улицам самого богатого города США, Хьюстона, Центр нефтяной промышленности. Смотрю, стоит какая-то огромная очередь, как мавзолей. Это была единственная бесплатная больница, которая содержала местная церковь. Вы бы видели эту очередь там, понимаете, огромную просто. Ну и последнее. Там при мне женщина сбила машину, у нее не было документов. Ее положили в больницу, подключили, она в коме. И говорят, если через неделю родственники не объявятся и не заплатят, мы ее отключим в прямом эфире. Отключили. Вот это вот рыночная экономика, она нам нужна. Николай Николаевич, объявленные Путина национальные проекты провалены, экономического роста, в общем-то, нет. И именно в этих условиях набирают во власти силу антикоммунистические настроения. Мы видим, что репрессии вышли на качественно новый уровень, ну и вам ли не знать, что в такой репрессии вы сами под них попали. Вот на ваш взгляд, насколько возможен сценарий исключения левых коммунистов из активной политической жизни? И вообще, как вы видите сценарий развития ситуации? Может быть, разумные силы какие-то возьмут вверх, наоборот, интегрируют коммунистов, ну, вот как это было в свое время с Примаковым и Масляковым? Ну, вы знаете, Дмитрий Георгиевич Преф, он, как и я, историк, как только горит в одном месте, с коммунистами расправляются по-разному абсолютно. Кого-то вот из танков расстрелят, как у нас, кого-то в обмен на план Машала, помните, да, исключали из правительств Франции и Бельгии, хотя во Франции Компартия выиграла выборы, честные и свободные, получив больше всех голосов. Ну, им сказали, хотите денег, уберите коммунистов. Кстати, то же самое было в Италии, там дошло до покушения на Пальмир и Тольятти в ходе предвыборной кампании, понимаете, мешал. В Америке в это время приняли закон, по которому подлежал принудительному распуску любой профсоюз, в руководстве которого был хоть один коммунист. Что поменялось? Да ничего. Мне что в обвинительном заключении написали? Сегодня, в 21-м году, стремился к установлению в России социалистического общественного строя, понимаете. За это пять лет и 500 тысяч штрафа за то, что Платошкин критиковал наше здравоохранение, которое оказывается просто замечательное. Поэтому здесь как бы не надо строить иллюзии. У них сейчас тяжелая ситуация. Они понимают, что огромное большинство людей против них. Чего бы там ни рисовали в Центр-Избиркоме, поэтому, понимаете, будут закручивать гайки. А что касается проектов, ну, депутат Глазкова от КПРФ прямо спросила Силуанова, почему у нас 600 миллиардов долларов в Америке, а вы берете кредиты одновременно и тратите на обслуживание кредитов триллион рублей, ну, 800 миллиардов. Мы, говорит, их на инфраструктурные проекты, наверное, направим. А в целом у нас, говорит, закон такой. И когда депутат ему просто сказал, может, закон поменять, товарищ просто встал в ступор, понимаете. Он не знал, что на это ответить. Ну, это говорит об уровне управления нашей страной. Бухгалтерия, понимаете, самое настоящее, которое кто-то сверху говорит, вот этим дай, вот этим не дай, этим там зажми. То есть на смену курса при этой власти надеяться нечего. Курс сменится только со сменой самой этой власти мирными, я надеюсь, демократическими методами. Вот на ваш взгляд, способна ли партия власти на сегодняшний день как-то себя реформировать, каким-то образом измениться после вот этих 30 лет? Нет, я думаю, абсолютно неспособны. И они не хотят там о каком-то планировании даже думать. У них планирование одно. Флегелек в своем замке в Луаре, там, 18 века, починить, где Мария Антуанетта пила кофе и предлагала всем вместо хлеба есть пирожные там крестьянам. Вот это их планировали. Отвезти в этаже кейси, там, очередные там 100 тысяч евро в Ниццу. Да, это они планируют, это абсолютно жестко соблюдают. А потом уехать вслед за этими деньгами. То есть на них нечего надеяться. Надеяться надо только на левые силы, КПРФ, движение за новый социализм, все остальные. Потому что мы современные, мы умнее их. У нас гораздо больше мозгов. А главное, у нас гораздо больше чести и совести, чем у них. И люди это признают.